Вспомните состояние наивысшего восторга, радости в жизни, которое вы испытывали когда-либо. Знакомы ли вам чувства, которые можно обозначить словами «всё прекрасно»? Наверняка знакомы. Такой эмоциональный подъём хотя бы раз испытывали все. Причём это могло быть совершенно не связано с какими-то внешними событиями и обстоятельствами. Возможно, вы испытали восторг просто от того, что живёте, что вокруг вас что-то красивое, что у вас есть возможность дышать, чувствовать, думать. Может быть, вам просто хотелось петь безо всяких причин, потому что вы чувствовали «у вас всё хорошо» и «жизнь прекрасна». Затем вспомните состояние самой глубокой тоски, самого мрачного отчаяния, которое вам знакомо. Возможно, вам известно, что такое депрессия, и вы можете вспомнить состояние, которое можно охарактеризовать словами «всё ужасно». Не нужно снова погружаться в него, просто вспомните. Затем представьте себе длинную доску, которая балансирует на центральной опоре обычный детский качель. Представьте, что на одном конце качелей написано «прекрасно», а на другом «ужасно». Мысленно поместите туда соответствующее состояние. Теперь представьте, что вы стоите по центру доски, и вам нужно найти баланс. Вам нужно добиться того, чтобы доска расположилась параллельно земле, и оба её конца выровнялись. Почувствуйте, что с одной стороны от вас ужасно, а с другой стороны прекрасно, и ищите золотую середину, стараясь удержаться на ней. Найдите опору внутри себя, свой духовный стержень. Скажите себе, «Я есть», и «Я управляю своим равновесием». Найдите ровное, спокойное, светлое, уравновешенное состояние и оставайтесь в нём, всё время помня о необходимости держать равновесие. Вы всегда можете вернуться в это состояние, как бы ни раскачивались ваши качели. Субтитры создавал DimaTorzok